У нас это открытый эфир проекта Здоровая щитовидка, проекта, который о щитовидной железе, о том, как вернуть щитовидной железе здоровую функцию. И не только о щитовидной железе, потому что здоровье щитовидной железы очень тесно связано с микрофоном. Мне несут микрофон, друзья. Сейчас будет все тип-топ. Сейчас попробуем. Давайте мне какой-нибудь поставьте знак, все ли хорошо со звуком теперь и стал ли он лучше. Я думаю, что стал лучше, более такой чистый звук должен быть с микрофоном. Окей? Ну пока запаздывает же комментарий, поэтому я пока не вижу. Сердечки идут, значит все окей. Все, спасибо. Так, на чем я остановилась? Проект у нас, слышно лучше все, отлично. Проект у нас о здоровье щитовидной железы, как я уже сказала, о том, как наладить функцию щитовидной железы, если вы на гормонозаместительной терапии, как уменьшить дозировку гормонов, или если вы недавно на гормонозаместительной терапии, то как уйти от гормонов. Также мы разбираем подробно тему аутоиммунных запалеваний, в частности аутоиммунный тиреодит, касаемо щитовидной железы, гипотиреоз, гипотиреоз. И для того, чтобы наладить функцию щитовидной железы, нам очень важно прорабатывать многие моменты в организме. Это и работа кишечника, работа с рационом, работа с детокс-системами, улучшение детокса в печени, это обязательно закрытие дефицитов, кофакторов, проработка инсулино-резистентности и выход из оксидативного окислительного стресса, если мы в нем находимся, проработка железодефицитной анемии, то есть вот эти все темы, такие подблоки, работа с желчоотоком, правильно, это все входит у нас в рамки проекта Здоровая щитовидка, то есть это щитовидная железа и не только. И вот сегодняшняя тема, она тоже очень важна для здоровья щитовидной железы, это тема гипооцидность, гипохлоргидрия, это сниженная кислотность желудка, сниженная кислотность, уменьшенное количество секреции соляной кислоты, то есть гипооцидность это когда у нас недостаточная кислая среда в нашем желудке и соответственно в связи с этим у нас возникает ряд таких проблем со здоровьем, которые копятся у нас как снежный клубочек, снежный комочек, наматываются один на один и мы в итоге получаем, можем получить массу проблем и при этом, что самое такое удивительное, что самое интересное, мы даже можем никак не связывать развитие каких-либо своих состояний, заболеваний именно с гипооцидностью и вообще можем жить годами и десятилетиями и понятия не иметь о том, что у нас снижена кислотность желудочного сока. Это важный момент и вот сегодня в общем у нас такой открытый эфир длительный, какое-то у меня получилось вступление, не суть. Вот, значит мы, это 14 тема нашего проекта Здоровая Щитовидка, 14 тема и мы ее будем разбирать в течение вот этой недели до конца недели, мы сегодня начнем и конечно же уже будем продолжать, потому что очень она объемная, очень она такая глобальная, масштабная и в один эфир выдать просто все нереально, невозможно. Вот, я не смогу отвечать на комментарии, потому что запланирован у меня определенный конспект, пойму я сейчас буду делать эфир, чтобы ничего не упустить, если я буду отвлекаться на комментарии, друзья мои, я просто ничего не успею вам полезненького выдать. Напишите мне, пожалуйста, вопросы, если у вас какие-то будут возникать по теме эфира или по теме проекта, напишите мне, пожалуйста, в директ, я вам обязательно на все вопросы отвечу, хорошо? Окей, поехали. Тема эфира сниженная кислотность, да, как вообще, с чем это может быть связано, почему это возникает, к чему это может привести и вообще какая роль соляной кислоты у нас для нашего здоровья, да, в желудке. Я хочу, чтобы вы задумались, какое количество пищи люди съедают в течение за всю свою жизнь. Какое количество пищи мы съедаем в течение своей жизни. Это количество равняется примерно 30-40 тоннам за всю жизнь. И вся, ну, любая пища так или иначе, она содержит определенные бактерии, грибы, какие-то пищевые добавки, токсины и другие факторы, которые могут вызывать аллергию, воспаление и так далее. И важно понимать, что наш желудок, наш ЖКТ, желудочно-кишечный тракт, да, в частности, желудок, про то, что мы сегодня с вами будем разговаривать, это такие основные брата, которые призваны нас на этом этапе защитить наш организм, защитить от проникновения каких-либо недругов в наш организм, каких-то паразитов, патогенов, бактерий, вирусов и приложить максимум для того, чтобы дальше все это дело у нас в организм не пошло. То есть это определенные такие входные врата, на котором идет отсек ненужного, так скажем, да, то, что мы можем поглощать с вами с едой, с водой, ну, в той или иной степени, конечно, какие-то вещества, там, бактерии, и все это содержится. Так вот, как раз-таки роль вот этой защиты в нашем с вами ЖКТ, в первую очередь в нашем с вами желудке, и играет соляная кислота. В желудке вырабатывается у нас желудочный сок, вы все прекрасно об этом знаете, и при механическом воздействии на обкладочные клетки желудка, когда мы проглатываем пищу, при механическом воздействии начинает вырабатываться соляная кислота. Количество ее и качество этой соляной кислоты как раз-таки и будут определять кислотность желудочного сока. Если кислотность у нас желудочного сока нормальная, то, конечно же, у нас хорошо будет проходить усвоение макронутриентов и микронутриентов, да, минералов. Если же у нас кислотность будет снижена по какой-то причине, и мы с этим работать не будем, не будем об этом вообще знать и догадываться, да, потому что часто это бессимптомы протекает, а часто это связано, ну, и сейчас мы симптомы тоже с вами разберем, и мы можем вообще просто это даже не связывать, что это вот у нас, вот эти симптомы говорят нам о том, что у нас возможно сниженная кислотность. Вот, а если у нас присутствует гипооцидность или гипохлоргидрия, по-другому, да, название, вы можете такое встретить, это сниженная кислотность желудочного сока, то в этом случае об адекватном усвоении белка и об адекватном усвоении минеральных веществ, ряда минералов, просто даже не может быть и речи, независимо от того, как вы питаетесь, независимо от того, сколько вы этого белка едите, хоть вы там заешьтесь этим белком, организм просто не сможет при сниженной кислотности, не сможет этот белок усваивать, и это приведет лишь к негативным последствиям в виде интоксикации организма, потому что продукты распада белка, животного белка, они токсичны. Роль соляной кислоты вообще для нашего с вами организма. Самая главная, главенствующая роль соляной кислоты, это превращение фермента пепсиногена в пепсин. Я объясню вам простым языком. Клетки желудка у нас выделяют фермент для того, чтобы началось пищеварение в желудке. У нас основное пищеварение приходится на белки, именно в желудке. Обработка соляной кислотой белка, его денатурация, это значит его расщепление на микро-микро-молекулярные частички, так скажем, обработка белка. Чтобы вам было понятнее тоже, что такое денатурация, если вы возьмете, например, сырой кусок мяса, и если вы его отварите, то с белком произойдет частично денатурация белка. То есть мясо станет более простым к усвоению, к пищеварению. Произошла денатурация белка. То есть вот эти вот белковые молекулярные цепи, белковые молекулярные нити, они как бы начинают распутываться, грубо говоря, и организму уже проще разобрать на мельчайшие аминокислоты, на мельчайшие частички, кирпичики этот белок и уже усвоить. Вот. И когда у нас, когда у нас выделяется бипсиноген, забыла немножко о чем начала говорить, ушла уже в другую степь, я как обычно начинаю говорить про одно, а хочется сказать еще и вот это, и вот это, и вот это, и в общем потом не успеваю в итоге, и время заканчивается. В общем, смотрите, у нас в желудке пищеварением, перевариванием белка занимается фермент, который называется пипсин. Этот пипсин, он выделяется клетками желудка в форме пипсиногена, неактивная форма. Неактивная, почему? Да потому что сам желудок и клетки желудка имеют белковую структуру, и просто не могут клетки желудка выделять этот фермент уже в активной форме, потому что он будет уже так же точно и начинать пищеварение, грубо говоря, стенок желудка, самих клеток белковых. Поэтому выделяется фермент в неактивной форме пипсиногена, а под воздействием уже соляной кислоты он активируется, он становится пипсином и уже принимается за работу, принимается за переваривание белка. Это начальное первичное переваривание белка. То есть белок он частично в желудке у нас под воздействием соляной кислоты и пепсина разбирается на такие небольшие цепочки, пептидные цепочки, которые состоят из нескольких аминокислот. Дальше он идет в 12-перстную кишку, в кишечник, и там уже происходит окончательное пищеварение белка. Ну и там же у нас жиры усваиваются и углеводы. Это основная, самая главная функция соляной кислоты. Но помимо этого еще усвоение минералов. Смотрите, если у нас гипооцидность, у нас всегда будет дефицит железа, кальция, цинка и магния. Потому что для того, чтобы эти минералы усвоить, их нужно организму отсоединить от тех структур, в которых они поступают к нам с продуктами питания. Их нужно обработать, высвободить и превратить в усвояемую форму. В этом тоже у нас работает именно соляная кислота. Также, как я уже сказала выше, обладает бактерицидным свойством для желудка и 12-перстной кишки. То есть это такие засчитаны санации нашего организма, не организма, а содержимого, которое поступает, пищевого комка, санация и обработка от каких-то излишних патогенов, бактерий и паразитов. Стимулирует, соляная кислота стимулирует выработку, работу желчного пузыря и поджелудочной железы. То есть, когда у нас снижена соляная кислота в желудке, у нас всегда будет недорабатывать поджелудочная и всегда будет недорабатывать у нас желчный пузырь. Соответственно, усвоение жиров происходит благодаря хорошему желчотоку и благодаря хорошей работе желчного. И когда у нас снижена соляная кислота, посредством влияния на желчный, то что он будет недорабатывать, у нас и усваиваться жиры полноценно не будут. И жирорастворимые витамины тоже полноценно у нас усваиваться не смогут соответственно. Поэтому мы потом получаем сухую кожу, мы получаем раннее старение, ранние морщинки, проблемы с циклом можем получить, какие-то проблемы гормонального характера половой сферы, потому что стероидные гормоны, они у нас, собственно, основной материал для их построения это жиры, это холестерин, и когда у нас плохое усвоение жиров, то мы вот в это все можем постепенно с вами прийти. Конечно, это не за месяц, не за два, не за полгода, мы годами в это направление можем двигаться, но тем не менее роль соляной кислоты здесь огромна. Моторика, желудка и кишечника, чтобы все это работало у нас синхронно, чтобы продвижение пищи было без каких-либо сложностей. Синдром избыточного бактериального роста, СИБР, вы можете встречать такое, да, название СИБР, это когда у нас в кишечнике чрезмерно бактериальная патогенная флора начинает буйствовать, она встает в полный рост, она начинает себя проявлять, продукты метаболизма патогенов начинают вызывать у нас различные симптомы типа вздутия, газообразования, да, неприятные и проблемы со стулом и так далее. Вот как раз-таки вот в плане именно санации, да, в плане именно обработки тщательной пищи роль соляной кислоты при устранении СИБР, при устранении синдрома избыточного бактериального роста в кишечнике, она огромна. Стимулирует моторику кишечника, активирует кишечные гормоны. Также еще есть такой фактор, очень интересный, немножко сейчас, ну, для кого-то сложно покажется, но я максимально просто, как всегда, максимально простым языком постараюсь объяснить. Солянная кислота повышает ГПП-1. Что такое ГПП-1? Глюкогоноподобный пептид, то есть смотрите, этот пептид дают команду поджелудочной железе быть наготове для выработки инсулина. Инсулин это гормон, благодаря которому мы получаем энергию, благодаря которому у нас усваиваются вещества. Глюкоза наша заходит по клеточкам и дальше уже из этого вырабатывает, митохондрия вырабатывает энергии в наших клетках, и все прекрасно, мы себя чувствуем полной сил, полной энергии, все замечательно. И вот как раз таки вот этот ГПП-1, глюкогоноподобный пептид, он как бы дает команду поджелудочной железе быть наготове, что вот она пища поступила, процесс пошел, пищеварение запустилось, будь наготове, потому что скоро будет повышаться уровень сахара в крови после принятия пищи, тебе, дорогая моя, нужно будет выделять инсулин, будь наготове. И вот как раз таки у людей, кстати, у которых метаболический синдром, инсулинорезистентность, тяжелые стадии, преддиабет или диабет второго типа, как раз таки выработка вот этого ГПП-1, она запаздывает, процесс этот нарушен, и поэтому поджелудочная вовремя не может выдать инсулин, и уровень сахара начинает очень стремительно повышаться в крови. И важный момент, соляная кислота у нас участвует в усвоении витамина В12. Почему у нас В12 в дефиците сегодня у каждого, я не знаю, второго чаще? То есть В12 это важнейший вообще витамин, он отвечает за когнитивную функцию, если мы хотим сохранить свой мозг здоровым до старости, до преклонных лет, если мы хотим не испытывать проблем с памятью, нам очень важно контролировать уровень В12. И В12 сегодня и у мясоедов в дефиците, не только у вегетарианцев и веганов, потому что, во-первых, само мясо сегодня промышленное очень мало содержит этого гормона, во-вторых, не гормона, простите, витамина В12, это продукт жизнедеятельности бактерий, и, во-вторых, еще и сниженная кислотность сегодня очень часто встречается у людей, причину мы с вами разберем, и вы поймете почему, также не дает усваивать В12, только при адекватном уровне соляной кислоты в нашем желудке В12 у нас будет усваиваться хорошо. Симптомы гипооцидности, вот послушайте, мои дорогие, сейчас симптомы, и, возможно, вы где-то заподозрите у себя все-таки, что, может быть, да, недорабатывает у меня желудок, немножечко мне кажется, что да, у меня сниженная кислотность. Смотрите, безусловно, у этих состояний не только одна единственная причина сниженной кислотности, безусловно, есть и другие причины, да, могут быть, но эти состояния, которые я назову, они очень часто коррелируются именно с гипооцидностью. Это пищевые аллергии, это выпадение волос, дефициты минеральных веществ, это когда мы в хронике, в анемии, мы не можем никак из этой анемии выйти, вылезти, выползти, пьем это постоянно железо, оно снова падает и падает и падает. Почему? Да потому что проверить нужно кислотность, что там вообще, как усваиваться минералы, какой уровень общего белка, дефицит минералов, частичная потеря вкуса или запаха, может быть, это связано, кстати, с дефицитом цинка очень часто. Поэтому вот после ковид очень важно контролировать уровень цинка, сдавать анализ, он должен быть у вас приближен к верхней части референсного диапазона. Сдали анализ, посмотрели референсы лаборатории, и ваш цинк, как и, собственно, другие минералы и витамин, они должны стремиться к верхней границе. Если нет, то надо, мои дорогие, восполнять, потому что 90% всего цинка, который у нас попадает в организм, идет, кстати, на выработку соляной кислоты. Тоже очень такой интересный момент. Купероз, это вот эти сосудистые звездочки, такие очень поганенькие, некрасивые, на носу и щеках. Тоже, не только, конечно же, гипооцитность, безусловно, тут и бывает метаболический синдром, когда у нас состояние нарушения углеводного обмена тоже очень часто с этим связано, но, тем не менее, купероз на носу и щеках тоже такой вот симптомчик, звоночек, обратите внимание, в сторону кислотности. Болезненность, сжение, сухость во рту, плохая переносимость зубных протезов, дискомфорт в желудке после еды. Вот вы поели, и вроде поели немного, и вроде вы еду-то поели, ну, как бы неплохую, да, рацион-то у вас нормальный. Но какой-то вот вы чувствуете, особенно после белковой пищи, вы чувствуете, ну, чего-то как-то вот дискомфортно, или ощущение, что толком не переваривается, или ощущение, что долго переваривается, или какая-то тяжесть может быть. Дискомфорт, в общем, в желудке после еды, запах изо рта. У запаха изо рта, конечно, много других причин, в том числе и причины стоматологического характера, вовремя нужно свои зубки лечить, это, кстати, тоже очень важный момент при здоровье щитовидной железы, нельзя ходить с кариозными зубками, нельзя ходить с гранулемами, когда у вас, там уже на снимке видно, что у вас там воспалительный процесс в костной ткани, потому что это очень, это все рядышком здесь щитовидной железой, а наша лимфа, она у нас проходит, и все эти вот бактерии, все это вот, все воспалительные эти, различные вещества, она собирает и через щитовидку все это проносится, и поэтому проблемы, кстати, вот лор органов тоже, ну мы на проекте это более подробно, конечно, разбираем все, в общем, это все так же влияет на щитовидную железу, это вот просто имейте в виду, надо, всю эту хронику нужно свое вовремя пролечивать. Сиборейный дерматит, изжога отрыжка с серным привкусом, это тоже признак гипооцидности, мышечные волокна и непереваренная пища в К-программе, сдаем К-программу тоже, если есть подозрения, и смотрим, то есть это такой анализ, который косвенно нам показывает, то, что у нас может быть действительно, да, сниженная кислотность. Какая связь идет вообще с иммунными нарушениями, то есть вот сниженная концентрация соляной кислоты очень сильно влияет на развитие различных аутоиммунных процессов, на развитие, на вообще нарушение иммунной функции. Как я выше сказала, пепсиноген у нас не превращается толком в активный пепсин, когда у нас недостаточная концентрация соляной кислоты, не превращается в активный пепсин, и соответственно у нас белок полноценно не может подготовиться к окончательному пищеварению в кишечнике. То есть он у нас как бы частично динатурировался, но все равно такой до конца не обработанный, он у нас продвигается в 12-перстную кишку, дальше в тонкий кишечник, толстый кишечник. И что у нас происходит? У нас попадают в кишечник такие большие пептидные отрезки белковых нитей, то есть такие как бы белок состоит из кирпичиков аминокислот в разной последовательности. И задача организма в процессе пищеварения разобрать до аминокислоты до каждой, то есть усвоить организм у нас может по отдельности аминокислоты. И вот он их разбирает в процессе пищеварения, усваивает, отправляет в печень, а потом уже в нужном месте, в нужном порядке собирает обратно этот белок и строит уже собственные белки нашего с вами тела, наши органы и так далее. Так вот, при сниженной кислотности мы получаем такие недоразобранные пептидные нити белковые, которые способны проникать между клеток кишечника, попадать напрямую в кровоток и в лимфу. И раз у нас попадают какие-то вещества в кровоток, которых там не должно быть крупного размера, крупные молекулы, то иммунитет, соответственно, запускает иммунную реакцию. Он запускает иммунную реакцию на уничтожение этих чужеродных веществ, как он их воспринимает. А поскольку очень часто идет молекулярная мимикрия, что это такое? Это когда вот эти самые пептидные отрезки, аминокислоты, не разобранные до конца, вот эти ниточки, такие не до бусинки, так скажем, да, как их еще назвать, более понятно, что было. Когда они молекулярно очень сильно схожи с определенными клетками наших органов. Вот, например, есть белок глютен, вы его все знаете, вот это вот, у меня много там серия постов на тему глютена, и я писала о том, что белок глютен, одна из его составляющих это глиадин, и как раз таки вот эти вот пептидные участки белка глиадина, они один в один мимикрируют клетки поджелудочного железа и фермента. И, соответственно, иммунитет вырабатывает антитела и запускает иммунный ответ на уничтожение этих пептидных кусочков, но параллельно, раз они молекулярно похожи, да, молекулярная мимикрия, то параллельно эти антитела, не хотя они действуют и на клетки наших собственных органов. Вот это и есть аутоиммунная реакция, аутоиммунное заболевание, это когда есть аутоиммунное заболевание, дело не в органе, дело не в органе, не в надпочечниках, если это связано с надпочечниками, да, надпочечниковая недостаточность, не с щитовидной железой, если это у нас аутоиммунный тиреодит и не с поджелудочной, если это у нас сахарный диабет первого типа, а связано это все с иммунитетом. И нужно в первую очередь иммунитет наладить, чтобы он перестал атаковать собственные органы. Вот, кстати, тему тоже очень подробно раскрываем на нашем курсе, на вот этом проекте, тему аутоиммунных всех вот этих нарушений, что провоцирует и как с этим жить, как снижать антитела и как приходить в стойкую ремиссию, если у вас вдруг аутоиммунное заболевание какое-то. Итак, что важно? Важно контролировать и уровень общего белка в сыворотке, то есть мы сдаем анализ крови и мы смотрим, он так и называется общий белок, вы можете сдать его, прийти отдельно, конкретно этот показатель, посмотреть. Оптимум 75-80, все, что ниже 74, говорит о том, что общий белок в дефиците. Он может быть в дефиците. По причине того, что вы не доедаете, ну хотя это вряд ли, потому что все, что нужно нашему телу, это 0,8,1 грамм белка на килограмм веса. Если вы активно, интенсивно тренируетесь, то 1,5-1,8 грамма на килограмм. Либо не доедаете белок, либо у вас гипооцидность, он у вас просто не усваивается, сколько бы вы его не ели, да? Либо у вас, может быть, происходит что-то в печени, нужно смотреть анализы и диагностировать печень. Потому что, как раз таки, как я сказала, печень у нас собирает, ну не собирает она, весь белок, который у нас разобрался, он у нас отправляется в первую очередь в печень. Для дальнейшего уже, для дальнейших уже превращений в собственные наши белки нашего тела. Так вот, общий белок это важный анализ вообще для здоровья организма, чтобы вы понимали. Гормональная система это общий белок. Ранняя саркопения, если мы не хотим получить в молодом возрасте проблему с кожей, дряблые мышцы, усыхание и так далее, это общий белок. То есть мы смотрим, соответственно, коллаген и так далее. То есть уровень общего белка это депо в нашем организме, нам его важно контролировать. Что еще я хочу вам сегодня на этом эфире рассказать. Заболевания, ассоциированные с гипооцидностью. Чтобы вы понимали, насколько тема это все-таки важная. И как бы спускать-то ее просто так на тормозах не стоит. Экзема, крапивница, витилиго. Ну вообще в принципе аутоиммунные заболевания. Вот витилиго это аутоиммунный псориаз, розоцея, астма очень часто аутоиммунная одного характера. В первую очередь мы смотрим на наш кишечник и на усвоение белка. Что у нас вообще в желудке, санация как происходит, усвоение как минералов, какие у нас дефициты. Мы смотрим в первую очередь сюда. Значит дальше, аллопеция, артриты, целиакия. Ну это непереносимость глютена, полная непереносимость причем. Депрессивные состояния постоянные. Полипы в желудке, сахарный диабет, сидр, синдром избыточного дрожжевого роста. Или сигр, синдром избыточного грибкового роста, кандидозы и так далее и тому подобное. Бактериального роста, то что я выше говорила. Паразитозы, потому что если хорошая соляная кислота уровень, то у нас частично паразиты и их личинки обезвреживают. Дальше, если у нас хороший желчоотток, который также стимулируется соляной кислотой. У нас в следующий этап также происходит санация и обезвреживаются паразиты. Но если с тем и с другим проблемы, то мы получаем паразитозы. Потому что так или иначе мы поглощаем какое-то количество с пищей непрошенных вот этих гостей, друзья. Потому что мясо, рыба и даже просто зелень и овощи может содержать в себе и содержит в себе каких-то друзей не очень нам нужных. Дальше, анемия. Одна из частых причин не усваивается просто белок, не усваиваются металлы, железо. В12 это то, с чем связано у нас очень часто железодефицит. И мы что делаем? У нас белка нет толком. У нас общий белок понижен по причине, например, гипооцитности. А мы пичкаем себя препаратами железа. А ему попросту не с чем связываться. Потому что железо в свободной форме, минерал, он не может в нашем организме находиться. Он связывается с белком обязательно. Сначала с трансферином, который его транспортирует, а потом с ферритином. Это большая такая молекула депо железа. И когда у нас просто не хватает строительного материала, у нас попросту не хватает этого белка, то хоть мы запейся этим железом, мы только токсическую нагрузку дадим, на время подгоним циферки по анализам. В результате доктор нам скажет, хорошо, молодец, все у тебя в порядке, гемоглобинчик, ферритинчик. Но пройдет полгода-год, и мы снова свалимся туда, то и раньше. В эту анемию, потому что попросту белка нет, связывать железо не с чем. Дальше, желчекаменная болезнь, это потому что у нас толком не происходит работа желчного на фоне низкой кислотности. Также невирусные гепатиты, гипотириоз и гипотириоз. Это идет такая корреляция с низкой кислотностью. Опять же, потому что мы в глубокие дефициты себя загоняем, у нас нет просто строительного материала для того, чтобы вырабатывать в нормальном количестве те же самые гормоны. Остеопороз. А теперь поговорим про причины гипооцидности. Почему так происходит, что у одних людей все хорошо, и общий белок прекрасен, и минералы все прекрасны, никаких дефицитов нет, все усваивается, а у других с этим проблемы. Почему так происходит? Причин на самом деле много. И это обычно всегда идет такая совокупность факторов. Например, воспаление слизистой, вызванное хеликобактер пилори или какой-либо другой инфекцией. Когда наша слизистая нездорова в желудке, не может толком происходить секреция. Клетки желудка не могут толком происходить секрецию соляной кислоты. Различные пищевые непереносимости и аллергии на продукты питания. Стрессы. Симпатика. Есть у нас симпатика, а есть парасимпатика. Симпатика это такое стрессовое, так скажем, состояние организма. Команда бей или беги. И вот когда мы находимся постоянно в стрессах, у нас симпатическая нервная система преобладает над парасимпатической. И блокируется секреция желудка и выработка соляной кислоты. То есть вспомните свое ощущение, когда вас кто-то напугал. У вас как будто бы вот раз так и сжалось все внутри. Вот утрировано, если говорить у вас, когда вы в долгом хроническом стрессе находитесь, у вас органы, они тоже немножко в таком состоянии, они не могут полноценно работать, не могут полноценно омываться кровотоком. Поэтому очень важно работать со стрессами. Это как раз таки еще и синдром усталых надпочечников, тот, который мы обретаем. Я про него в сторис рассказывала. Тоже подробно на курсе разбираем. Наш кортизол сначала он у нас высокий, когда синдром усталых надпочечников у нас развиваться начинает. Сначала высокий кортизол, он зашкаливает. Кортизол только в слюне смотрим, по крови. Если кто-то сдавал кортизол в крови, можете вообще забыть про этот анализ, он абсолютно не информативен. Только по слюне. И нужно смотреть в разное время суток разный уровень кортизола. Тоже на курсе, на проекте я подробно это даю. Как этот анализ дать и как его прочитать, интерпретировать, чтобы понять все ли хорошо у вас с кортизолом. Когда он должен быть высоким, когда он должен быть наоборот низким и так далее. Так вот в начале, когда у нас идет проблема со стрессом, напрягаются надпочечники чересчур. Они вырабатывают очень большое количество стрессовых гормонов, кортизола в том числе. И ткани у них истощаются, если этот стресс длительный, затяжной, хронический. Что у нас сегодня стресс? Да, у нас сегодня в современном мире стресс это в пробках вы стоите, нервничаете, это стресс. Начальник давит на работе, что-то там конфликт с подчиненными, это стресс. Не успеваете план вовремя выполнить, это стресс. Загоняете сами себя трудоголики, загоняете сами себя, не умеете расслабляться, это тоже стресс. Или там что-то дома произошло, поругались, ну я не знаю, там фильм какой-то посмотрели. Вот это все для организма является таким тоже стрессовым фактором. И когда у нас ткани надпочечников уже истощились, они уже не могут синтезировать ни стероидные половые гормоны толком, не могут синтезировать толком кортизол. И это уже третья стадия синдрома усталых надпочечников. Но с этим можно работать и все это восстанавливается. Тоже подробненько об этом на курсе разбираем это все. Дальше. Неправильное питание, дефицит цинка. Дефицит цинка. Цинк вообще важнейший минерал для нашего иммунитета и не только, и для мужчин. Вообще цинк это номер один, то, за чем нужно следить. Ну и для женщин тоже очень важно. Дефицит цинка. Любые хронические заболевания за счет того, что у нас идет отвлечение энергии, нарушение нейрогормональной регуляции. Когда вы находитесь постоянно в каком-то, ну это тоже стресс. Когда у вас хроническое заболевание, оно вас беспокоит периодически. Это тоже для организма стресс огромный. Применение ингибиторов протонной помпы. Вот это то, что любят у нас выписывать в поликлиниках вообще всем подряд. Пришел с изжогой, пришел с гастритом. Сейчас, к сожалению, перестали детально обследовать уровень кислотности. А гастрит, он очень часто с пониженной кислотностью. Но всем выписывается схема ингибиторы протонной помпы. Всех садят на амипрозол. Это снимает симптоматику, но это не устраняет проблему. Если, например, изжога у вас была. Если мы говорим про ГРБ, рефлюксную болезнь, про постоянное чувство изжоги, то, что мучает. Это очень часто связано с клапанами, сфинктерами, которые отделяют пищевод от содержимого желудка. И когда не дорабатывает этот клапан, то идет заброс в пищевод. И очень часто это происходит именно при пониженной кислотности. Потому что организм, он такой, ну, кислотность-то не особо высокая. Ну и как бы не надо особо напрягаться и защищать пищевод, в котором щелочная среда, от кислотной среды нашего желудка. И как бы начинает немножко филонить, так скажем. Ну там разные причины, но вот это одна из них. Вот применение ингибиторов протонной помпы при нормальной кислотности в длительный период. Они же снижают кислотность. При нормальной кислотности в длительный период вас приведет к гипооцидности в глубочайшие дефициты. А люди пьют вообще десятилетиями. Амипрозол тот же самый и не задумываются о последствиях. И также блокатор гистаминных рецепторов, если вы принимаете, то тоже вас может привести это к глубокой гипооцидности. А когда выписывают, например, при ГЭРБ с низкой кислотностью точно так же тот же самый амипрозол, те же самые препараты, которые снижают выработку соляной кислоты, то человек, у него симптоматика уходит, но у него и так была сниженная кислотность. Она вообще там отпускается, не опускается, вернее, а наоборот, уровень ее начинает, уровень pH в желудке начинает повышаться, концентрация кислоты снижается, то у него и так были проблемы с общим белком, ничего толком не усваивалось. А тут вообще изжоги нет, но зато куча глубоких дефицитных состояний, и начинаем разваливаться, органы начинают у нас разваливаться. То, что имейте в виду, очень важно следить, особенно если вам выписывают ингибиторы протонной помпы, и вы длительное время их принимаете, то очень важно проверить уровень соляной кислоты, чтобы не уйти вообще в глубочайший дефицит. Интоксикация тяжелыми металлами, гипотириоз, аутоиммунный трофический гастрит. Кстати, при аутоиммунных заболеваниях тоже такой момент, когда у нас есть одно аутоиммунное заболевание, оно у нас по цепочке начинает тянуть за собой другие. И как правило, если что-то одно, аутоиммунный процесс где-то в одном месте, в одном органе у нас начинает происходить, то у нас через спустя несколько лет начинают проявляться и еще какие-то аутоиммунные нарушения. И если не работать с иммунитетом, если не снижать антитела, то, соответственно, потом можно обрасти двумя и тремя аутоиммунными заболеваниями. И вот, как правило, при аутоиммунном тиреодите, тема щитовидной железы, наш с вами, наш проект, как сопутствующее заболевание, второе, часто развивается аутоиммунный атрофический гастрит. Обезвоживание и еда на бегу без пережевывания пищи. Это все как раз-таки и причины той самой гипооцидности, о которой мы с вами сегодня говорим. Вот. Значит, по поводу диагностики. Смотрите, на проекте я на канале вам дам, ну, участникам, кто у нас участник, кто не участник, я вас приглашаю присоединиться, потому что проект, ну, реально, он очень информативный. Вы, такое количество информации с вами навсегда останется, потому что доступ бессрочный. И любую тему вы, там очень удобно у нас все сделано, вы очень легко любую тему можете открыть, перейти и пересмотреть в любое время, когда вам нужно. И вот по поводу диагностики мы детально на канале разберем. Я дам тесты в домашних условиях, как можно проходить два теста в домашних условиях, проверить свой уровень кислотности, да, соляной кислоты. Но самый точный способ, я вам сейчас назову, это суточный пиашметрия. Суточный пиашметрия, к сожалению, делают не везде. И надо еще поискать такую поликлинику, в которой бы вам сделали это, потому что вот в Тюмени у нас мы узнавали даже, по-моему, в гастроцентре не делают сейчас. И я не понимаю, с чем это связано, потому что это реально самый точный метод исследования. Кратковременная пиашметрия. Ну, суточная пиашметрия, это вообще, когда у вас в течение суток смотрят уровень соляной кислоты в разный период в течение суток. Но есть кратковременная, когда можно в течение 2-3 часов это сделать зондовое. То есть вы глотаете, ну, такой тоненький зонтик чувствительный, и в течение определенного времени у вас делают замер. Например, у вас берут уровень желудочного сока и делают замер соляной кислоты. ФГДС, например, некоторые ставят по ФГДС уровень кислотности. ФГДС не информативен в этом плане, потому что, во-первых, он измеряет только базальный уровень кислотности, когда натощак. Вот вы пришли, натощак ФГДС сделали, вот только тогда он покажет. И, во-первых, базальный уровень, он может быть одним, да, при поступлении той же самой пищи, при раздражении стенок желудка уровень может, он должен, соответственно, кислотность должна уходить в более кислую среду. Этого может не происходить, и ФГДС это не покажет. И само по себе, сам по себе, вот этот вот, который вы глотаете, вот эта трубка, она может сама по себе, механически взаимодействие с клетками желудка, может вызывать секрецию соляной кислоты. Потому что, как я сказала в начале эфира, именно на механическое воздействие идет выработка соляной кислоты. Поэтому само по себе может стимулировать кислотность, и поэтому значение будет, может быть, неверным, завышенным. В общем, зондовая пиашметрия в течение 2-3 часов, кратковременная, вот если вы найдете такой вариант, это будет вообще идеально. Это будет идеально. Дальше, узнаете точно уровень кислотности, уже будете точно знать. Так, что еще я хотела вам рассказать? Оптимальная кислотность. Оптимальная кислотность 1,5-2,5, значение pH, 1,5-2,5 желудочного сока. Запомните эти цифры, 1,5-2,5. Все, что выше 2,5, мы получаем дефицит белка. Он попросту у вас не будет усваиваться, дефицит минералов. Усиление также будет аллергенной нагрузки по причине того, что вот этот недопереваренный белок у нас будет в кишечник попадать. Из кишечника будет частично, там вот эти пептиды будут проникать где-то в кровоток, если есть синдром дырявого кишечника, да, такой термин, думаю, тоже вы о нем слышали. Также будет давать токсическую нагрузку, потому что будет недопереваренный белок, будет чрезмерно растить патогенов в вашем кишечнике, грибковый рост. И когда кислотность очень сильно снижена, вот бывает приносят анализы, и общий белок, уровень общего белка 63, при норме 75-80, да, вот 70-71 это уже дефицит белка, а вот 63, представляете, какой глубокий. И когда приносят такие анализы, обязательно идет параллельно симптоматика по кишечнику, проблемы вздутия, проблемы с пищеварением, аллергические какие-то реакции, проявление кандидозы того же самого молочницы и так далее. Потому что очень тесно все это связано. Там недостаточная, соответственно, недостаточная кислотность, это проблемы и с кишечником, и с кишечником, и гниение белка в толстом кишечнике в том числе. Слабость, отсюда газы и такие неприятные симптомы. Так, друзья мои, у меня время эфира заканчивается уже, мы с вами тут долго, тут уже почти час мы с вами разговариваем. Так, смотрите, что я хочу вам сказать. Мы продолжим завтра с вами на проекте разбор этой темы детально по диагностике. Мы продолжим разбор этой темы детально по изжоге и отрыжке. Я хочу тоже этот момент очень подробно осветить, потому что очень часто состояние ГЭРБ, когда врачебное название изжоги, гастроэзофагиальный рефлюкс, рефлюксная болезнь. И мы тоже этот момент разберем, потому что, работая с подопечными, я очень часто встречаю такую проблемку. Изжога вообще встречается у 50% населения сегодня. Это мы разберем. Разберем, какие могут быть причины этого также по изжоге, и как работать нам с гипооцидностью и с гипероцидностью. Потому что, ну это тоже затронем вопрос, потому что у кого-то, у большинства гипооцидность, сниженная концентрация соляной кислоты, но есть и люди, у которых кислотность, наоборот, слишком высокая. И тоже нужно с этим работать, потому что это риск заполучить гастрит, язву и так далее. Когда чрезмерная выработка соляной кислоты, этот момент мы тоже с вами разберем на проекте, на канале, на нашем. Так, эфир я завершаю. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно. Я его сохраню в ленте. Приглашаю присоединяться на проект тех, кто еще не с нами. У меня по ссылке в шапке профиля подробный анонс, и темы, которые мы там рассматриваем, можете посмотреть. Вся информация остается в бессрочном доступе. Она распределена у нас по тематикам. И анемию мы подробно разбираем. Работу с желчным, здоровье кишечника, причины аутоиммунных заболеваний, протоколы питания. Все-все-все-все-все, очень детально. И детокс печени. В общем, много всего интересного. Это вообще, наверное, самый информативный проект. Не, наверное, а точно. Из всех, какие я когда-либо проводила, свои курсы, марафоны и так далее. Поэтому рекомендую стать участником, кто еще не с нами. В общем, все. Всех целую и обнимаю. Люблю своих всех подписчиков. Всем сердечком. Спасибо, что вы со мной, что вы активны на моей странице, за ваши сердечки, лайки, комментарии, за ваши вопросы. Не всегда успеваю разобрать все, что вы мне пишете, но стараюсь максимально. Я надеюсь, что вам со мной интересно, уютно и познавательно. Всех обняла. И до новых встреч. Я постараюсь почаще выходить в эфиры здесь у себя на этой страничке, потому что понимаю, что эфиры и живое общение не только в сторис, оно важно. Мне с вами и вам со мной. Ну все. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok